В Читинском кинотеатре «Удакан» нет свободных мест. Желающих первыми увидеть фильм забайкальских кинематографистов «Солнцем» поцелованной было так много, что не всем удалось попасть в зал. Кинолента режиссера Николая Годомского вызвала огромный интерес еще до премьерного показа. Впервые творческая группа обратилась к непростой теме – жизни забайкальской деревни в годы войны. Фильм был снят по повести Елены Чубенко и основан на реальных событиях, произошедших в селе Дешулан в семье писательницы. Мы это ставили как спектакль, а теперь это фильм. И сказать, что это то или не то, сложно, потому что это два разных ребенка, которые у нас с ним родились. В киноленте вместе с профессиональными артистами снялся и актер Улетовского народного театра, врач по профессии Анатолий Горковенко. Ранее он играл пьесу на сцене, а вот в кино попробовал себя впервые. Признается, выдержал непростой график, когда несколько дней подряд работали с утра и до десяти вечера. Спектакль для него стал своеобразным возвращением в деревенское детство. Как громко сказано, киноактер. Это первая проба. Это совершенно разные вещи. Когда начинаешь спектакль, начинаешь сначала потихоньку, потихоньку разгоняешься, эмоции накаляешься, чувствуешь зал, как реагирует, смеется, чувствуешь его, держишь его в руках. А здесь все по-другому. Здесь вот поставили камеру, обозначили то, что ты должен сыграть, и ты должен это сыграть уже на накале страстей. Зрители тепло встретили всех создателей фильма, которые, казалось бы, сделали невозможное. В кратчайшие сроки, со скромным бюджетом, практически на голом энтузиазме, сняли полноформатный фильм, который не оставляет равнодушным. Их трогательная кинолента заставляет задуматься о том, что пережили люди на фронте и в тылу. Поэтому дата показа 9 мая была выбрана не случайно. Первыми ленту в День Победы увидели зрителей Краевого драматического театра. Спустя два часа ее показали в Удакане. И везде она вызвала отклик зрителей, многие не сдерживали слез. Увидеть фильм «Солнцем поцелованные» можно будет и во время 8-го Забайкальского международного кинофестиваля. А в августе и сентябре его покажут в кинотеатрах Забайкалья. Между тем, авторы картины уже думают над новым проектом, который также будет посвящен нашему краю. Галина Миртова, Юлия Тимошенко, Максим Лобачев. Время новостей.